Всем привет, мои дорогие зрители! Мы находимся в Мерсине, в таком замечательном райском месте. Погода замечательная, мы только что с девочками позанимались йогой, выпили кофе и расстались на хорошей ноте, на хорошем настроении. Боже, я сейчас вам покажу отсюда вид просто обалденный. Сейчас, сегодня, 25 число, произошло солнечное затмение, ваши планы все исполнятся. Загадывайте желания, мои дорогие. Я в последнее время очень сильно разленилась. В каком смысле, что я не прихожу сюда? Все это происходит из-за моего ненормального графика. Я вчера первую ночь спала нормально. Надеюсь, что все это изменится, вся ситуация, замечательное место. Скоро у нас в ноябре цитрусовый фестиваль. Это будет грандиозное шоу, о котором я вам расскажу, покажу, и мы с вами поучаствуем в нем. Посмотрите, какое красивое небо. Боже мой, какое красивое море. Море сегодня такое спокойное, такое красивое. Хочу подойти на тот мостик. Кафешка работает. Замечательное место и время для снятия сторис, рилсов, видео. Никого нет, только я и набережная. А море какое чистое. Вы знаете, многие купаются еще. Многие купаются. Посмотрите, какая красота. Это наш Мерси. Это наш Мерси. Мой сыночек тоже где-то плавает. Он подходит к Канаде. На одном из таких корабликов. Мой мальчик, попутного ветра тебе. Решила походить, походить. И знаете, что захотелось так посидеть, собраться с мыслями своими, подумать, что есть, что нету, что сделано, что не сделано. Я вчера вдохнула, с мужем посидела, а то последнее время, то гимн учила, то еще чем-то занимаюсь. Так это хорошо, когда есть человек, который понимает тебя, поддерживает тебя во всем. Но я сделала такую параллель, что произошло за пять лет моей жизни в отношениях с моим мужем. Жалею ли я, что я приехала в эту страну, вышла замуж? Огорчает ли меня то, что я покинула свою родину? Как я перенесла эту адаптацию? Чего я добилась за все это последнее время? Задав себе вот эти вопросы, я могу точно сказать, что моя жизнь изменилась на 360 градусов. Никогда не поздно начинать новую жизнь с листа. Вот я просто взяла все, закончила и приехала сюда. У меня было 100 долларов одолженных денег. Я приехала в эту страну. Я здесь заработала. Я здесь приехала для того, чтобы зарабатывать деньги, кто не знает. Для обучения последнего курса университета, у сына, морской академии. И благодаря Турции, моей работе расплатилась долгом за машину, купленную мною. Дошла в свою любовь, хотя никогда не искала. Для меня турки были. Какие-то... Даже знаете, что могу честно вам сказать, когда находилась я в Грузии, жила, видела, какую жизнь они распутную ведут. Приезжая в Батуми, у меня была ненависть к ним, к этим мужчинам. И я никогда, никогда даже не думала, что я смогу связать свою жизнь с турецким мужчиной. Но приезжали к нам из деревни, которая находилась недалеко от Грузии. И поэтому они приезжали и отрывались по полной в нашей стране, в Грузии. Вот поэтому у меня и сложилось такое впечатление. Но оказывается, в Турции есть и нормальные мужчины. И я это увидела, когда встретила только своего мужа. Начав работать, я, естественно, видела вокруг ужасных мужчин, которые смотрели на меня горящими, страстными глазами и видели во мне только предмет секса. И, естественно, я даже не хотела смотреть в их сторону. Но тут появился мой принц на горизонте. Я помню тот день, когда я его увидела. Он пришел с бородкой, такой уставший. Это был конец рабочего дня, мы уже почти закрывались. Я работала в кафе, чтобы вы знали, в семейном кафе у свекрови моей дочери. Она была хозяйкой, чтобы вы знали, кто не смотрел мое видео, как я вышла замуж за границу. Рекомендую посмотреть, оно в топе находится в популярных видео на моем канале. И мы уже закрывались, и тут он вдруг пришел. А мой НДР тогда работал дневную смену и заканчивал. К десяти, кажется, пока добирался. И вот он где-то... Нет. До десяти, до одиннадцати. Сейчас я не помню, простите меня за такие точности. И он заканчивал свой рабочий день и приходил выпить бутылочку певца, потому что он был в другом городе, в командировке, жил на квартире с ребятами своими, с коллегами. И это было у него единственным развлечением в тот момент. И зашел какой-то дедушка, такой культурный, оставил чаевые, неплохие на тот период. Такой приятный дедушка. Дедушка. И он оставил у меня очень хорошее впечатление. Какой-то необыкновенный человек, как будто с другой планеты прилетел, к нам залетел. И вот через несколько дней, когда у него уже была ночная смена там, а может и выходные были, я не знаю, в какой день он... В наше кафе зашли четверо мужчин, вообще других. Но самым симпатичным был мой Эндер. И тут вдруг я... Мне тут все говорят, это твой, говорит, дедушка. Я говорю, где дедушка? А вот он. Я помню тот день, когда он был такой в сорочке, она до сих пор у меня, я никак не могу с ней расстаться, как память о том дне салатового цвета в клеточку. Побритый, в джинсах. Это был такой красавчик. И я говорю, где мой дедушка? Я не вижу его. Да, я потом разглядела в нем этого дедушку. И это была любовь, может, с первого взгляда, хотя даже и не думала, думаю. Ну, симпатичный мужчина, единственный, который я увидела здесь за 9 месяцев работы. Достойный такой, культурный, воспитанный. И, конечно, я даже и не подумала, что кто на меня посмотрит. Даже у меня и в планах не было, чтобы он посмотрел на меня. Наверное, видно было, что он интеллигентный. И какой мужчина, он мне сразу так подумал. Когда девчонки начали подкалывать меня, смеяться там. Я говорю, ой, господи, таких, как я, у него, наверное, 100 будет или 1000. И вот, смотрите, произошло то, чего не ожидала. Вот, даже не верится. Тот день был такой самый-самый незабываемый, потому что я до сих пор помню два вечера. Вечер, когда он пришел к нам под видом дедушки. И на второй раз, когда он пришел, красивым молодым человеком. И помню, он сделал такой красивый жест, он умеет это делать. Подарил всеми женщинам цветочки, розочки. Там же заходят всегда, продают, везде предлагают. Вот, это было очень приятно, красиво. Думаю, боже мой, джельтенмен, это откуда он, господи. Ну, вот этот джельтенмен уже рядом со мной. Это было, конечно, очень красиво. Благодарю Бога и Вселенную, что он подарил мне такого мужчину за все мои страдания. И у меня в мыслях даже не было оставаться здесь. Я просто увидела его, посмотрела, получила эстетическое удовольствие. И у меня была цель, естественно, вернуться в Грузию, в Батуми, когда закончится моя временная прописка. Ну, он стал частым посетителем. Я только наблюдала со стороны. Ну, а потом мы поменяли место работы. То есть наша вся команда перешла в другое здание. И мы потеряли друг друга. Мы потеряли друг друга. Мы даже, ну, может, пару раз что-то обмолвились словами. Я и тогда по-турецки не понимала, так, как сейчас. Только поддакивала, а сама ничего не понимала. Нам переводили там девчонки, кто более знал, владел турецким языком. И когда мы ушли с того места, там была одна девочка, тоже грузиночка. Она там официанткой работала. Я ей сказала, если вдруг он придёт сюда, спросит, где мы, скажи. Новый наш адрес передай ему, что мы здесь. Просто как-то из головы он не выходил у меня. Но эта девочка сказала, что я тоже завтра уезжаю в Анталию, так что всё, ничего не получится. Но я передала, говорит, там хозяину, он передаст. Но, естественно, хозяин не передал, что мы ушли. Потому что кто хотел бы потерять такого клиента хорошего? И всё. Всё ушло в прошлое. Как говорится, всё забылось. Иногда, когда я видела очередных мужчин перед собой, всегда было с чем сравнить. Естественно, было такое отторжение от всех остальных. И я работала, 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 работала. Тут в один прекрасный день, через полтора месяца, наверное, это был самый прекрасный день. Когда мы сидели в дневное время, в дневное время часа 4-5, когда уже все покушали, пообедали, всё, мы убрались, разобрались. У нас было время кофе-пития, и вдруг открывается дверь, заходит он. Я сейчас вспоминаю это, и у меня прямо слёзы выступают. Это было такое счастливое время, такой счастливый день. И, естественно, он, увидев нас всех, улыбнулся нам и пошёл, сел за столик, сделал заказ, все девчонки переполошились, «Твой красавчик пришёл», а я его прозвала «Красавчиком». «Твой красавчик пришёл», я говорю, «Откуда вы знаете, что он мой? Откуда у вас такое? Он не мой, он чей-то?» И тут вдруг зашёл мужчина с розами, и он, естественно, всем нам, девчонкам, подарил цветочки. И вот моя сноха подошла к нему, начала спрашивать, что и как. Она, естественно, живёт в Турции столько лет и владеет турецким. А нам было так интересно, о чём они там разговаривают. И когда она пришла, она с нами поделилась информацией, что, оказывается, когда он вернулся в то кафе и увидел, что нашей команды нет, он стал спрашивать хозяина, куда мы перешли, но тот сказал, что не знает. Но он как-то не мог успокоиться, ему понравилась наша еда, наше гостеприимство, наш грузинский менталитет. И он искал по всему городу. Все кафешки обошёл, все рестораны и нашёл нас. Ну, первая причина, чтобы нас найти, это была я. Он тоже, оказывается, влюбился в меня с первого взгляда. Вот такая вот история, друзья мои. Не зря я пришла сегодня и вылила вам душу. Друг Саят поехал, видите, на мотоцикле своём. И вот не зря я пришла сегодня и вылила вам душу, друзья мои. Какой-то знак, вот, и рук его приехал. Я никогда не смотрю на других, а тут он, друг, смотрю, так усиленно пипикает, сигналит мне. Переключилась на другую тему, слёзы идут с глаз. И после того момента, когда он нашёл меня, мы больше не расставались. Ну, а о других моментах я вам расскажу в другом моём видео. Так что, почему я это всё вам рассказываю? Что никогда не бойтесь что-то менять в своей жизни. Даже если у вас всё хорошо, а вы хотите ещё быть, жить лучше, не обращайте внимания, думайте только о себе. Дети, детьми, они взрослые, у них свои семьи. Если вам будет хорошо, им будет ещё лучше. Поэтому, мои дорогие подруженьки, думайте о своём счастье. А всё остальное приложится. Я тому пример. Спасибо вам за внимание. Рассказала вам эту историю мою, Золушке, да? Как можно сказать, Золушке? Наплакалась. Хотя не надо плакать, надо быть счастливой, быть благодарной, что я здесь нахожусь. Но слушайте меня всегда. Я вас только научу хорошим. Всегда рискуйте изменить, если вам что-то не нравится. Всё предрасположит вас к вашей цели. Цели исполняются, мечты остаются мечтами, и они не сбываются. Захотели – сделали. И мир повернётся к вам лицом. А я пошла домой. Будить своего ошкэма и готовить завтрак. Вот почему я его люблю. Вот почему я иногда не обращаю внимания на такие мелочи. И поухаживать надо за ним, и приготовить. Потому что я ему благодарна за то, что сейчас со мной происходит. За вот эту всю красоту. И, конечно, я буду поухаживать за ним. И, конечно, я буду его разделять и понимать. И, конечно, я его поддерживаю. И надо поддерживаю и выпить с ним, посидеть. Да хоть чуть-чуть, просто посидеть и поговорить. Мне иногда пишут девочки, спрашивают, вот как вот отучить мужа выпить. Да не отучите вы его. Если он привык, и это ему надо, значит, это надо. Вы только можете сесть, поддержать его, чтобы он сидел дома с вами. Бутылочку певца выпил там, или стаканчик ракы. Как бы вам это не хотелось, но хоть чуть-чуть сесть просто рядом с человеком и поддержать его. Чтобы он не убегал к друзьям и не расслаблялся с ними. А лучше будет, с вами все проведет. Поэтому, мои дорогие, цените свои отношения. И только по-хорошему вы можете решить все проблемы. Никакими капризами это не изменишь. Вы только себе навредите. Ну все, я побежала по-хорошему. Веретилась энергии морской. Решила приготовить вкусный завтрак. Какой вкусный? Картошку пожарить мужу. Баклажан, свеч на газе. Перевела мужа сюда. Посмотрите, какой красоте он сидит. Птичка рядом. Пришла я с прогулки. Зажала его в руках, поцеловала. Он мне так, посмотрите, он сиренево, его беспокоит. Он даже аж кема не смотрит, уже никак. Пошли на завтракать. Как интересно за ним наблюдать. Ему эта ленточка очень нравится. Там же булавка. То он ленту тянет, то булавку. Смотрите на него. Как нервничать, вы видите. Дело у него. Развязать узел, Гордеев. Или хочет туда голову просунуть. И там ему интересно, и здесь интересно. Какой красивой стране я живу, как говорит он. Теплой стране, а придут дожди еще. Что там происходит, что там шумит. Главное, для клюва мы туда камень ему поставили, а он не хочет. Я ему еще вот огурец положила. Сейчас мимоходом, мимолетом прочитала ваши сообщения, комментарии. Вам понравился мой мальчик. Такое приятно. И мне. Смотрите, что он творит. Отдай ему. Отдай. Тянет, тянет. Ой, не могу просто. Моя валерьянка. Ужин я приготовила моему ашкимчику кукуру фасоли. Такой пилав. У-у-у, друзья мои. Как он не дождится. Хады, ау. Вкусно, вкусно. Вкусно. Афье толстый нашким. Хочу накормить его перед зубой. Ну и так же пойдет гулять вам. А я буду готовиться к зумбе. На этом заканчиваю наше видео. На этой позитивной ноте. С моим птенчиком. Всем прекрасного настроения. Мирного неба, мои дорогие. Счастья, любви. Всего самого наилучшего. И не забудьте подписаться на мой канал. Ставить нам лайки. А так же на колокольчик нажмите, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok